Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, мы с самого утра разбираем события фундаментального характера. В данном случае это событие, которое датируется в торговой сессии пятницы. Основной фундамент, который привел в движение финансовые инструменты и стал интересным для нас, для фундаменталистов, потому что для нас новости это превыше всего. Текущая неделя, друзья, обещает быть довольно интересная. Мы будем следить за статистикой по Австралии, протоколы, рынок труда. У нас будет много отчетов по фунту. Я думаю, что сейчас даже справедливо смещать акценты с политических событий, обсуждения кризиса, на статистику с возможностью порассуждать, что произойдет с процентной ставкой. Потому что с Brexit мы, конечно же, еще не разобрались, но у нас есть конкретное ожидание того, что к концу октября все должно разрешиться. Времени еще очень много, воды утечет тоже много, друзья. Пока что на рынке вряд ли будут сейчас активно обсуждать тему, потому что нечего обсуждать с темой, связанной с выходом Англии состава ЕС. А вот статистика может стать локальным драйвером для движения британца, и мы будем как раз за ней следить. По евро-доллару, по европейской валюте также очень много важных отчетов. Это индекс настроения в деловой среде, это индекс активности производственного сектора, это данные по инфляции. Друзья, вот, кстати, сегодня мы пару слов еще поговорим, в общем, о евро с учетом именно прошедшего заседания Европейского Центрального Банка. Я хочу, чтобы вы еще раз уловили сигналы, которые были даны ЕЦБ нам, как трейдерам, осознали то, что европейская валюта, в принципе, могла бы стоить гораздо дешевле, поскольку риторика была исключительно мягкая, попробую сегодня доказать. Но вот пока что не складываются у нас в плане того, чтобы увидеть евро на тех уровнях, которые бы нам хотелось. Но, друзья, еще не вечер. Очень много статистики по Канаде, в частности, тоже данные по инфляции. Это еще и роничные продажи, потребительской активности. Кстати говоря, роничные продажи и данные по инфляции, можно сказать, это отчеты, взаимосвязанные между собой, потому что именно розница определяет показатель индекса потребительских цен. И в данном случае вы помните, что по Канаде нас интересует именно мнение регулятора относительно того, что будет с процентными ставками дальше. А мнение регулятора формируется как раз на основании тех данных, которые мы видим по инфляции. Напоминаю, друзья, также, что сегодня в 16.30 по московскому времени пройдет очередной вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз такими крупными мазками разберем основной фон недели минувшей. Еще раз освежим в памяти, что у нас прицепом идет в плане фундамента до этого. Хочу, чтобы вы понимали, какие тенденции сейчас на рынке сформированы и что с ними произошло с учетом появившихся новых вводных за счет прошедшей недели. По доллару, безусловно, также будут отчеты, роничные продажи. В четверг, я думаю, что это один из самых важных релизов. В принципе, я считаю, что для доллара есть несколько важных отчетов. Это данные по инфляции, роничные продажи и всем известные нон-фарм-перл, с инфляцией, с нонками. Мы уже разобрались. Сейчас на повестке снова розничные продажи. Напоминаю, что на прошлой неделе, когда вышли данные по базовому индексу потребительских цен, мы с вами констатировали с небольшой даже эйфорией того, что базовое значение инфляции снижается. И это более чем оправдывает тот подход в ожидательный, которого с некоторых пор придерживается американский регулятор. Друзья, давайте теперь чуть подробнее разберем события на рынке нефти. 71.33 сейчас котировки. В частности, покупатели и продавцы явно борются. И покупателям хочется оказаться повыше. Тут и впереди ведь моя 4.75 долларов за баррель. И, в принципе, их винить, критиковать ни в коем случае не стоит, потому что их шансы, в принципе, равны с шансами продавцов, потому что есть и фундамент. Это последний отчет ОПЕК о том, что обязательства прошлого месяца были выполнены на 153 тысячи. Напоминаю, что страны ОПЕК снизили добычу в минувшем месяце на 534 тысячи. По странам я также рассказывал вам. Поддержку ценам продолжают оказывать. Вот сигнал сокращения мирового предложения. Ливийский конфликт, мы его уже с вами проанализировали с точки зрения того, что если все-таки переворот произойдет, то санкции будут уже не за горами. Поэтому вот еще один риск для глобального предложения. Сейчас в цифрах копаться не будем. Не забывайте также и про соглашения США и Китая. Правда, неизвестно, когда она все-таки будет подписана. Однако отсутствие плохих новостей на текущий момент рынком воспринимается как позитив. Прошлая неделя – это неделя, пятидневка, переговоры в формате телеконференции. Я не могу ничего нового сказать, друзья, потому что никаких подробностей на рынке нет. Но в то же время две недели назад нам говорили, что до соглашения остаются считанные недели. Уж не знаю, верить в это или нет. Тут нужно решать каждому за себя. Если вас интересует мое мнение, я в быструю победу. Вот за такой короткий промежуток времени уж точно не верю. И что касается шансов продавцов на рынке нефти, чтобы все-таки оказаться поуверенней. Покупателей статистики тоже очень много. В частности, это и отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов буровых. Их число снова увеличилось. Не забывайте также, что на прошлой неделе вышел доклад администрации энергетической информации, который сообщил о том, что объем добычи остается на рекордном уровне в 12,2 миллиона. Не забывайте также про прогноз администрации энергетической информации. Примерно 200-300 тысяч еще будет по уровню добычи. То есть, производство будет увеличено до конца 2019 года. И я вроде бы как в четверг или в пятницу говорил вам о том, что на рынке есть уже сигналы того, что раз предложение так стремительно сокращается, есть ли вообще необходимость, чтобы продлевать действия аналитического пакта после того, как его срока истекет в рамках и по прошествии, скажем так, первого полугодия 2019 года. Есть отдельные уже звоночки в сторону того, что ни ОПЕК, ни Россия дальше более эту инициативу поддерживать не будут. Но, понимаю, конечно же, настроения могут измениться, друзья, но имейте в виду, что риск того, что энергетический пакт более не будет поддерживать котировки нефти, он имеется. И мне кажется, именно энергетический пакт все-таки выступил основным катализатором роста, больше, чем на 30-40% котировок в рамках первого квартала 2019 года. Что будет без него с ценами, я думаю, что тут легко догадаться. Также сейчас трейдеры готовятся к статистике по Китаю, она будет опубликована на этой неделе. Серия важных отчетов, особое внимание мы уделим темпам экономического роста. По прогнозам мы увидим цифры минимальные за последние 30 лет на отметке 6,2%. Я считаю, что это более чем реально, учитывая весь тот фундаментальный негатив, который мы с вами не раз уже разбирали. Поэтому, друзья, кто в итоге выйдет победителем на этой неделе на рынке черного золота, мне хотелось бы дать вам четкую установку, но, к сожалению, этого не могу сделать. Я лично присматриваюсь уже к продажам, говорил, что буду действовать с уровня примерно 70-40. Но пока что мы до него не одобрались. Покупать мне что-то не очень хочется, вот не решаюсь я на это. Доллар иена 111.93. Сразу хочу отметить, вот несколько дуэтов валютных инструментов. Доллар иена держатся рядом с мощным сопротивлением 112. Фунт против доллара 1.30.95. Поэтому мы говорим о сопротивлении 1.31 евро. Доллар уже фактически на сопротивлении 1.13. Это важные рубежи. Я по отдельности давал рекомендации о том, что стоит продавать эти пары по мере, собственно, касания этих значений. Эти рекомендации остаются в силе. По доллару иене, так же, как и по, ну, кстати, подробнее. Доллар иену предлагаю ставить на снижение через отложки селл-лимит, там, с уровня 112.10, 112.20. И рассчитывать на то, что поддержку именно короткой позиции на этой неделе могут указать слабые данные по розничным продажам. Я допускаю, что розница, скорее всего, будет так себе, потому что у нас были слабые данные по инфляции. У нас были слабые данные по нон-фарм-перлс. Вы помните, что я обратил ваше внимание, причем несколько раз, что темпы роста заработных плат оказались довольно скромными. Сегодняшний целых 1,1%, в то время как в феврале были уровни 0,4%. Поэтому мы изначально готовились к протоколам минувшей недели с точки зрения того, что представители Федрезерва, конечно же, работают с какими-то более глубокими цифрами, более детальной статистикой. И знали, что с ставками сейчас торопиться не нужно, потому что в целом и инфляция начинает потихоньку отходить от тех уровней, которые ранее мы характеризовали как очень близкие к целевым значениям. Наши ожидания были оправданы, протоколы подтвердили то, что ФРС не будет повышать ставки в этом году. Поэтому я считаю, что распродажи доллара пойдут, их просто нужно дождаться. Катализатором для снижения вполне может стать отчет по роничным продажам, если он, конечно же, окажет необходимое влияние на снижение доходности американских облигаций. Евро против доллара 1,1305. Я также отметил, что продавать можно с уровня 1,1310, 1,13720. Я эту рекомендацию давал еще на прошлой неделе. Снова повторяю, что, друзья, то заседание Европейского Центрального Банка, которое прошло, пусть и не дал конкретики действительно по обещанной многоуровне ставки по депозитам, операциям долгосрочного рефинансирования. Но все равно комментарии драги в виде понижательных рисков, сохраняющихся, и того, что именно глобальная экономическая торговая неопределенность сдерживает темпы экономического роста. Все эти комментарии были интерпретированы как мягкие. И мы осознали, что у евро действительно есть хороший потенциал для снижения. Я думаю, что европейская валюта просто нуждается в каком-то триггере. И этим триггером может стать статистика. На этой неделе, пожалуй, по евро больше всего отчетов и крайне важных. Это данные по индексу настроения в деловой среде ЗЮ. Завтра мы его будем разбирать. Это данные по инфляции в среду. В прошлый раз базовая инфляция снизилась в данном целых 0,8%. Допускают, что снижение будет продолжено. В четверг индекс активности в производственном секторе. Уверяю вас, друзья, все эти отчеты окажутся хуже ожиданий, хуже значений прошлых месяцев. Тем более, что в пятницу у нас вышел релиз по промышленному производству. В годовом выражении там был зафиксирован спад на минус 0,3%. Еще одно доказательство того, что очень смутные времена наступили для еврозоны. Поэтому распродажи евро после небольшого роста должны последовать. Я на них, собственно, вас и ориентирую. Фунт против доллара 1,3095. Также можно продавать чуть выше уровня 1,31. Завтра данные по рынку труда. Английскому рынку труда в среду у нас будут данные по инфляции. По прогнозу, по данному выражению, индекс потребительских цен снизится с 1,9% до 1,6%. Слабая статистика должна стать доказательством того, что политический кризис не проходит незаметным для деятельности промышленности, предприятий, для потребителей и так далее. Поэтому еще одну порцию слабой статистики мы с вами будем стараться разобрать с точки зрения того, как в связи с этим будет потенциально меняться монетарная политика. Думаю, что одной лишь слабой статистики будет уже достаточно, чтобы маленькой тележкой прицепить к негативу по Брекситу, о котором я говорил уже со всех сторон вдоль и поперек много раз. И поверить в то, что у британской валюты есть шансы на снижение в районе отметки 1,28. Доллар канадец. Здесь для канадца свои катализаторы. Правда, катализаторы слабости, снижения. Я по-прежнему рассчитываю, что мы пробьем сопротивление 1,34 и коснемся планки 1,35. Впереди данные по инфляции. Собственно, прогноз слабый. Данные по инфляции в прошлый раз привели к снижению канадского доллара больше, чем на 80 пунктов. Я жду повторения подобной истории. Жду, что также причиной снижения канадца на этой неделе могут выступить и слабые данные по розничным продажам. Ну а о розничных продажах мы детально уже поговорим после того, как получим отчет по инфляции. Я уже говорил, какая связь между ними. Поэтому цель остается прежней на уровне 1,35. Опять австралиец против доллара 0,7171. Отошли мы довольно высоко от нашей цели 0,70. Друзья, ну ничего нельзя тут поделать. Прям не дается поддержка 0,70. Я допускаю, что если не завтрашние протоколы и слабый рынок труда, на который ранее Резервный банк Австралии делал большую ставку, как на то, что может вытащить экономику, то ослабить австралийца смогут слабые данные по Китае. Я уже отметил, что прогнозируется темп экономического роста на уровне 6,2%. Это реальный показатель. Поэтому, ну как минимум, если уж не 0,70, учитывая, как уходит австралиец рассчитывать на снижение за неделю почти на 200 пунктов, это слишком упрометчиво. Я считаю, что на уровень 0,71, друзья, мы по-прежнему можем ориентироваться. На Новозеландии спротив доллара 0,6774. Цель также остается на уровне 0,67. Непосредственно статистических отсчетов по Новозеландии как таковых не будет, но по аналогии с Австралией будем следить за китайской статистикой, потому что Китай, учитывая партнерские стратегические связи с Австралией и Новозеландией, оказывает напрямую влияние на эти экономики, на валюты, которые за ними стоят. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания.